Почему люди боятся пауков? Может потому что они тихие и появляются внезапно, будто из-под земли? Или может потому что они умеют плести такие чудесные паутины и все завидуют их мастерству? Крошечный, очень милый паучок по имени Яна готова преодолеть большое путешествие, чтобы узнать ответ на этот волнующий вопрос. Посмотрим, что из этого выйдет. Дорогие наши маленькие друзья, сегодня я прочитаю вам сказку «Паучок по имени Яна». Эту сказку для вас написала немецкая писательница Диана Амфт. Яна – симпатичный маленький паучок, раскачивалась на своей первой паутине, той, что она сплела сама, без помощи старших. «Интересно, почему люди боятся пауков?» – размышляла она. Яна все думала, 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 и ей в голову пришла хорошая мысль. А не спросить ли об этом у мамы? Ведь даже если мама не знает ответа, она все равно что-нибудь посоветует. Мама Яны отдыхала от домашних хлопот на краю паутины. «Мама, а почему люди нас боятся?» – спросила Яна. «Боятся?» – удивилась мама. Никогда не замечала. «Ну!» – грустно протянула Яна. «Вот сегодня люди проходили мимо моей паутины, а когда увидели ее, закричали, «А-а-а! Тут паук!» – и убежали. «Знаешь, дорогая, мама обняла Яну и ласково погладила по голове, чтобы найти правильный ответ на важный для тебя вопрос, иногда нужно задать его не один раз. Именно так поступают все умные пауки». «Я постараюсь стать умным пауком, мамочка!» – улыбнулась Яна. «Теперь она придумала, что ей делать». Паучок Яна попрощалась с мамой и поспешила на поиски своего дядюшки длинные ноги. Все называли дядюшку Оскара дядюшкой длинные ноги, потому что ноги у него были действительно очень длинные. «Дядюшка длинные ноги, как ты думаешь, почему люди нас боятся?» – спросила Яна. Дядюшка почесал затылок и ответил. «Я полагаю, они просто нам завидуют. Люди не понимают, как нам удается так ловко передвигаться на восьми ногах. У них ведь всего две». «Надо же, я и не думала об этом раньше», – удивилась Яна. Она поблагодарила дядюшку и направилась к своему двоюродному брату Пинки. Пинки переехал жить на болото, так как предпочитал обычным мухам сочных водяных мушек. Яна отыскала Пинки возле его необычного домика из паутины и листьев. «Пинки, как ты думаешь, почему люди нас боятся?» «Люди боятся нас. Да я сам их боюсь», – воскликнул Пинки. «Но когда мне становится очень страшно, я представляю, что у людей тоже есть семьи, мамы с папами и братишки с сестренками, как у нас с тобой. И значит, они не будут обижать таких маленьких, как мы». Я не понравился ответ Пинки. Теперь она решила навестить свою тетушку Риту и узнать, что скажет она. Яна любила ходить в гости к тетушке, потому что та всегда была в прекрасном настроении. Чаще всего она сладко дремала в своем гамаке из листика. «Тетушка Рита, а почему люди нас боятся?» – спросила Яна. «Знаешь», – немного подумав, ответила тетушка, «Раньше я считала, что люди нас не любят, когда-то у меня был прекрасный дом, а люди взяли и разрушили его. Но теперь я живу здесь, возле почтового ящика, и маленький мальчик, который приходит забирать почту, всегда вежливо со мной здоровается». «Ну надо же», – подумала Яна, «может быть, люди пугаются только, когда они хотят нас видеть?» И Яна продолжила свое путешествие. Теперь она отправилась к своему лучшему другу Снупу. «Снуп, почему люди нас боятся?» – спросила Яна. Снуп был занят плетением паутины и не заметил, как появилась его подруга. «А-а-а!» – закричала он от неожиданности и запутался в собственных нитях. «Ой, прости, пожалуйста, я не хотела тебя напугать!» – извинилась Яна и помогла другу освободиться. «Пустяки!» «Но вот тебе и ответ», – пропыхтел Снуп. «Люди боятся нас, потому что не слышат, как мы приближаемся. Мы появляемся внезапно. От этого они и пугаются». Яна задумалась. Идея Снупа звучала очень правдоподобно. Но все же Яна решила зайти еще и к пауку-силачу и узнать, что думает он. Силач, как всегда, упорно тренировал свои восемь лапок. «Силач, а ты как считаешь, почему люди нас боятся?» – спросила его Яна. Силач опустил гантели и погрузился в размышления. А потом заявил, «Люди боятся нас, потому что мы сильные и храбрые. Ведь мы можем забираться на любую высоту и часами висеть на паутине». Яна согласилась. «Может, ты и прав. Такие трюки в самом деле должны впечатлять. Даже если по сравнению с людьми мы такие маленькие. Спасибо тебе». И с этими словами Яна поспешила к своей кузине Белле. Белла была красавицей и часто любовалась своим отражением в реке. «Сестренка, почему люди нас боятся?» – спросила ее Яна. А потом рассказала ей о своей встрече с людьми. «Неужели ты веришь всему, что говорят люди?» – усмехнулась Белла. «А почему я не должна им верить?» – удивилась Яна. «Я слышала», – продолжала Белла, расчесывая свои светлые волосы, «что люди нас боятся, потому что считают некрасивыми. Но разве это похоже на правду? Смотри, какая я милая!» – и Белла поправила свой розовый бантик. «Верно, ты очень милая!» – согласилась Яна. Теперь она решила навестить паука-художника по имени Анри. Анри сплел свои паутины в кустах ежевейки и как раз достраивал лестницу между ними. «Анри, почему люди нас боятся?» – спросила Яна. «Сразу же после приветствия». Он громко засмеялся. «Вот глупышка! Они нас не боятся! Они кричат от восхищения! Только посмотри на мой дом! Люди в восторге от нашего искусства!» Когда росинки блестят на ниточках паутины, все останавливаются, чтобы полюбоваться. «Ты прав! Росинки так красиво сверкают на паутине по утрам!» – зачарованно протянула Яна. «Спасибо тебе, Анри!» Тут она вспомнила, что еще не задавала свой вопрос бабушке Эмме. Яна так спешила задать бабушке свой вопрос, что даже запыхалась. «Бабушка Эмма, почему люди нас боятся?» – выпалила она, едва увидев ее. Бабушка отложила спицы с вязанием и посмотрела на внучку. «Не знаю, моя милая девочка, но если мы кому-то не нравимся, это вовсе не значит, что и мы должны не любить его в ответ». «Как это?» – не поняла Яна. «Надо принимать других такими, какие они есть», – спокойно объяснила бабушка. «Когда-нибудь ты поймешь, что это значит. Мы должны быть терпеливее и добрее. Тогда люди со временем увидят, как полезны пауки». После разговора с бабушкой Яна вернулась к своей паутине. Она так долго размышляла над ответами друзей, что не заметила, как настал вечер. «Кажется, пора домой», – решила Яна и поспешила к маме. Дома мама встретила ее с улыбкой. «Ну что, моя маленькая исследовательница, ты нашла ответ на свой вопрос?» «Даже не знаю», – вздохнула Яна. «Я нашла так много разных ответов, что не могу понять, какой из них правильный. Я поняла только, что мы все боимся того, чего не знаем. Но даже если мы чего-то не знаем, это не должно мешать нам принимать других такими, какие они есть». «Я определенно люблю тебя такой, какая ты есть», – засмеялась мама. «И я тебя люблю, мамочка. Спокойной ночи». «Я тебя люблю, мамочка. Спокойной ночи».